Всем привет! Меня зовут Виктория и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам покажу простой, быстрый и вкусный рецепт творожного десерта. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Итак, для нашего десерта нам понадобится 2 пачки творога по 200 грамм. Фрукты, либо ягоды по вашему вкусу. У меня это виноград. Количество вы также берете по своему вкусу. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Также можно по рецепту использовать и консервированные фрукты, например, персики. 25 грамм желатина. Я предварительно его уже развела стаканом горячей воды. И 1 банка сгущенного молока. Итак, что мы делаем? Мы 2 пачки творога смешиваем в однородную массу со сгущенным молоком. Смешивать вручную можно блендером, как вам удобнее. В принципе, перемешивается легко, поэтому можно смешать вручную. Если вы любите более однородную творожную массу, то туда, конечно, лучше перемешивать это все блендером. Я люблю, когда творог чувствуется. Поэтому я делаю ложкой. Далее добавляем фрукты. И снова перемешиваем. И последним этапом выливаем наш желатин. И опять перемешиваем. Все. Мы все перемешали. Берем форму, в которой у вас будет этот десерт застывать. У меня вот такая вот силиконная форма из магазина FixPrice. Я вам ее уже показывала. Будем ее испробовать. И выливаем сюда нашу получившуюся массу. Отправляем в холодильник на 5 часов. Я буду это все отправлять на ночь. А утром вам покажу то, что у меня получилось. Единственный минус, что мне не нравится в этой форме. Она не прочная, а очень тонкая. И получается, когда вы поднимаете, вот что выходит. Но когда я ее поставлю, я думаю, застынет так, как положено все. Также у меня еще есть вот такая вот силиконная форма. И осталась наша масса. Осталась еще. Поэтому я вылью еще в такую форму. Это уже более плотный силикон. Посмотрим, как будет вести себя здесь наш плотный силикон. Ну все, отправляем наш десерт творожный в холодильник на ночь. А утром я вам покажу, что у меня получилось. Так, прошла ночь, наступило у нас уже утро. И я достала наши десертики творожные из холодильника. Вот так они выглядят. Роза получилась вообще очень красивая. Сейчас я разрежу и покажу вам его в разрезе. Вот так наш десерт выглядит в разрезе. Очень простой, быстрый, вкусный рецепт. И на 100 грамм всего 150 килокалорий. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита! Продолжение следует...